Уважаемые девятиклассники, продолжаем наш урок по сочнению 9.3. На прошлом уроке мы разобрали алгоритм работы. Уважаемые девятиклассники, продолжаем цикл уроков подготовки к сочнению 9.3. На прошлом уроке мы разобрали алгоритм работы, скрепы, какие можно взять аргументы жизненные, читательские. И сегодня мы обратимся конкретно к аргументам, которые мы должны подготовить заранее. Я буду давать вначале так, бескорыстие – это понятие. Дальше – возможные вступления. На прошлом уроке мы разработали, как можно начинать сочинение. Можно начинать с риторических вопросов, можно дать определение, можно срассуждение. Вот эти три вида. И я буду приводить примеры из жизни, и какие книги, какие фильмы можно посмотреть. Что это очень удобно. Итак, рассмотрим понятие бескорыстия. Возможные вступления. Что такое бескорыстие? Мы помним, что в первом абзаце мы должны дать определение. Что такое бескорыстие? Это отсутствие заботы о личной выгоде и жадности. Это первый вариант. Второй вариант. По мнению известного писателя Сервантеса, бескорыстие – одна из самых похвальных добродетелей, порождающих славу добрую. Действительно, человек, совершающий бескорыстные поступки, пользуется уважением. Это добродетель, приносящий радость и тем, кто помогает, и тем, кому помогают. Вот эти два варианта. Вот два возможных варианта. И что можно прочитать? Смотри примеры по теме «Добро», «Доброта», прочитай книгу Гайдара, Тимура и его «Команда». В ней ты найдешь примеры бескорыстной помощи людям. Можно еще порекомендовать Платонова Юшка. Дальше. Возможно, будет это понятие героизм. Что такое героизм? Героизм – это выдающийся поступок, подвиг во имя жизни других людей, независимости, процветания Родины. Герой бессмертен, потому что, как гласит русская пословица, герой умирает однажды. Трус тысячу раз. Вы никогда не задумывались, что такое героизм? На мой взгляд, героизм – это выдающийся поступок, подвиг во имя жизни других людей, независимости и процветания Родины. Смело можно назвать поступок, который совершается во имя благородной цели. Например, если человек, рискуя жизнью, спасает утопающего – это героизм. Три у нас вступления. Вспомни недавно о прочитанной книге, в которой рассказывается о герое. Второе – вспомни о недавно просмотренном фильме, в котором рассказывается о герое. Третье – вспомни реальный случай из жизни человека, который поступил как настоящий герой. Четвертое – расскажи о своем родственнике, участнике Великой Отечественной войны. Или прочитай повесть Васильева «В списках не значился». Или просмотри фильм «Я русский солдат». Очень часто встречается понятие счастья. Счастье, дружба, милосердие, сострадание. Вот к таким темам нужно очень много потренироваться, найти хорошие аргументы, сделать заранее вывод, продумать, как Вы будете вступать. В начале я показывала, какие слова можно использовать, чтобы писать аргументы. Начало первого абзаца, начало второго абзаца, какой Вы вывод. Можно заготовить заранее интересные стихотворения, цитаты великих мыслителей. И вот опять же по этой же схеме мы идем. Дума о счастье приходит к тому, кто делает счастливыми других, кто создает мир добра. Как сказал Владимир Алексеевич Солоохин, высшее счастье человека, хоть это и банально, в принесении радости другим людям. Удивительное слово «счастье», и каждый его воспринимает по-своему. Для одних это богатство, для других – любовь и дружба, для третьих – здоровье, для четвертых – мир на земле. Для меня счастье – это видеть счастливые лица своих родных, чувствовать их любовь, получать удовольствие от выбранной профессии. Счастье приносит добрые дела и помощь другим людям. Стараясь о счастье других, мы находим свое собственное. Много веков назад сказал Платон. И опять же здесь у нас план. Вспомни о самом счастливом моменте твоей жизни. Вспомни лицо своей мамы, когда ты сделал ей подарок, сделал счастливой. Расскажи о счастливых моментах из жизни твоей семьи. Смелость. Что такое смелость? Мы опять же здесь даем определение. Это способность сохранять самообладание в условиях опасности, держать под контролем чувство страха, не позволяя ему властвовать над собой. Смелость – это необязательное отсутствие страха, но умение быть сильнее страха. Первое. Прочитай стихотворение в прозе Тургенева. Воробей о смелости птицы, бросившись защищать своего детеныша. Наверное, это произведение вы читали, когда учились в седьмом классе. Собака медленно приближалась к нему, к птенцу, выпавшему из гнезда. Как вдруг, сорвавшись с близкого дерева старый черногрудый воробей, камнем упал перед самой ее мордой. И весь взерошенный, искаженный, с отчаянным и жалким писком, прыгнул раза два в направлении зубастой и раскрытой пасти. Он ринулся спасать. Он заслонял с собой своего детеныша. Но все его маленькое тельце трепетало от ужаса. Голос одичал и охрип. Он замирал. Он жертвовал собой. Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака? И все-таки он не мог усидеть на своей высокой, безопасной ветке. Вот перед вами текст, притчи. Вы можете обратиться также к легендам. Можете обратиться к историческим событиям. Как мы на прошлом уроке уже говорили, что это могут быть исторические факты, притчи, легенды, художественная книга, фильмы и из случаев своего жизненного опыта. Тоже частотная очень бывает родина. Также работаем мы, что такое родина. Даем два определения. И нужно рассказать о своей малой родине, любви к ней. Рассказать о своем отношении к России. Обратиться к художественной литературе. И обратиться к произведениям о родине. И мы знаем, что можно обратиться к стихотворению Лермонтова «Бородино». Дальше у нас дружба. Давайте рассмотрим дружба подробнее, потому что это очень часто встречается. Опять же, четыре варианта у нас. Дружба – это обретение себя через другого. Друг поможет раскрыться в полной мере. С ним можно поделиться мыслями, впечатлениями. В трудную минуту друг окажется рядом и подставит плечом. «Дружба – это солнце, распахнувшее свои объятия». Вдумайтесь в эти слова. «Солнце, распахнувшее объятия», – сказала Андрея Мороа. Действительно, друзья, это те, кто распахивает перед тобой душу, кого ты спокойно, без опаски впускаешь в свою судьбу. И опять же, мы можем обратиться тоже к своему жизненному опыту, к читательскому опыту. Ну и вот, опять же, притчи. Притчи можно. Так, ну давайте мы рассмотрим, как же можно написать сочинение. Сочинение. Что такое дружба? Дружба – это радость. Огромная радость от общения. Радость от того, что рядом есть близкий тебе человек, который поможет советам, всегда выслушает и непременно поддержит во всем. Только ему можно полностью довериться. Только от него можно без обиды выслушать критику в свой адрес. Настоящая дружба, как и настоящая любовь – явление достаточно редкое. Но если она все же есть, ее надо беречь, как зеницу ока. Ведь теряя друга, мы теряем частицу себя. И всегда надо помнить, что потерять его легко, а вот найти безумно трудно. Дальше внимательно. Чтобы подтвердить сказанное, проанализируем статью известной дрессировщицы Натальи Дуровой и читательский опыт. Мы – это скрепа. Обратимся к прочитанному тексту. Мы выбрали вот этот вариант. Наталья Дуровой – дорогий слон и ослик, кроха, потому что они ее самые настоящие и верные друзья. Ведь она проводила с ними очень много времени, не только отрабатывая какие-либо цирковые программы, но и просто играя с ними, доверяя свои секреты. Это у нас аргумент из прочитанного текста. Дальше обращаемся к аргументу из жизненного опыта. Вспомним сказку Сент-Экзопери «Маленький принц». Я была тронута простотой и в то же бездонной философской глубиной произведения. Особое впечатление на меня произвел тот эпизод, когда «Маленький принц» рассказывает летчику, мечтавшему быть художником, о своей встрече с Лисом, которого он приручил, и о том, как они стали друзьями. Лис научил «Маленького принца» бережно относиться к близким людям, попросил не забывать о том, что тот в ответе за тех, кого приручили. И вывод. Думаю, мы выбрали этот вариант. Думаю, нельзя не согласиться с тем, что дружба – это душевная любовь, умение общаться сердцем и душой. Мы с вами говорили о частотных понятиях. Это дружба, милосердие, сострадание, счастье. Но есть такие сложные темы, к которым нужно готовиться заранее. К таким темам относятся человек и искусство. Рассмотрим три аргумента. Влияние искусства на духовное становление личности. Люди верили в магическую силу искусства, в его способность облагораживать чувства людей. Так некоторые деятели культуры предлагали французам во время Первой мировой войны защищать Верден свою сильнейшую крепость не фортами и пушками, а сокровищами Лувра. Поставьте Джоконду великого Леонардо да Винчи перед осаждающими, и немцы не осмелятся стрелять, утверждали они. Услышав легендарный хор имени Александрова, который своими песнями побуждал в людях мужество, давал им силы для борьбы, английский премьер-министр Черчилль назвал музыкальный коллектив тайным поющим оружием. Трудно привести более красноречивый пример, раскрывающий могучую силу искусства, его глубокое воздействие на душу человека. В античной мифологии есть легенда о скульпторе Пигмалионе, который полюбил изваянную им прекрасную девушку, будто бы боги, тронутые чувством Пигмалиона, оживили мраморное изваяние. В этой легенде воплощена мысль о волшебной силе искусства. Эта сила способна оживлять камень, завораживать читателя музыкой слов, будить в человеке слезы и смех. Второй такой сложной темой я считаю человек и социальная среда. Преодоление трудностей, напряженная борьба, неустанный поиск – это необходимые условия для становления человека. Вспомним известную притчу про бабочку. Однажды человек увидел, как через маленькую щель в коконе пытается выбраться бабочка. Он долго наблюдал за безуспешными попытками несчастного существа выбраться на свет. Сердце человека наполнилось жалостью, и он ножиком раздвинул края кокона. Наружу выползло хилое насекомое, которое с трудом волочило беспомощные крылья. Человек не знал, что бабочка, разрывая оболочку кокона, укрепляет свои крылья, развивает необходимые мышцы. А он своей жалостью обрюк ее на верную смерть. Если мы будем много тренироваться, много будем читать, мы будем готовиться заранее, я думаю, что мы успешно пройдем этот этап. Успехов вам на экзамене! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok